Всем привет! Продолжаем смотреть на интересные картины знаменитых художников Икопа Дель Силайла Орфея Вредика и Аристей Музей в Роттердане Однажды Аристей, бог земли, сельского хозяйства, улегся Ивредикой Стал к ней приближаться, и спасаясь от него, Ивредика наступила на гнездо змей Одна из которых смертельно укусила ее за ноги Громко скрипнула Ивредика, упала на руки подбежавшим подругам Замкнулись ее очи, и от змеи пресек ее жизнь Подруги Ивредики испугались, и далеко разнесся их скорбный плач Это услышал Орфей, он поспешил в долину, увидел там труп своей нежно любимой жены Обезумевший Орфей стал играть такую грустную музыку, и петь так грустно, что все нимфы и боги плакали Решил он спуститься в мрачное царство душ умерших, чтобы упросить владыку Аида и его жену Персифону вернуть ему жену Орфей сыграл на своей лире, растопив сердце самого Аида Аид сказал Орфею, что он может взять Ивредику с собой, но при одном условии Она будет следовать за ним, выходя на свет из пещеры подземного мира Но он не должен смотреть на нее, прежде чем выйдет из царства мертвым А иначе он потеряет ее навсегда Ну, конечно, Орфей так не сделал, он думал, что его обманули при выходе из пещеры Он посмотрел назад, но не увидел Ивредику позади себя Ее тень была отброшена назад в царство мертвых, теперь уже навсегда Орфей пытался вернуться в подземный мир, но человек не может дважды войти в царство Аида при жизни Согласно различным версиям мифа, Орфей начал петь траурную песню под свою лиру Призывая к смерти, чтобы он смог навсегда объединиться с Ивредикой В конечном счете он погибает от зверей, которые разрывают его на части Согласно другой версии, Зевс решил ударить его молнией Опасаясь, что Орфей раскроет людям тайны подземного мира Вот такая история, такой миф по картине Экопа дель Силая Орфей Ивредика Аристей Пока-пока, до свидания